Это программа День с Толком. Студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Осеннее ужесточение. Роспотребнадзор обновил правила вакцинации для сотрудников компаний. Долгая и трагическая история. Следователи подтвердили, кому принадлежат останки в реке Новоалтайска. В России впервые отметили День отца. Для чего нужен этот праздник? На сегодняшний день Биск находится в красной зоне. Уровень заболеваемости коронавирусом в городе один из самых высоких в регионе. В госпиталях находится более 600 инфицированных. Параллельно со статистикой заболеваемости растет и число умерших. Морги не справляются с нагрузкой. В связи с этим администрация города приняла решение открыть дополнительное отделение морга и расширить территорию кладбища. Здесь общая задача. У нас помимо того, что больных увеличивается, врачей у нас в госпиталях не прибавляется. Их просто нет. Также в официальном сообществе города опубликовали фотографии переполненных ковидариев с призывами вакцинироваться и облегчить работу оставшихся врачей. За прошлую неделю в крае проверили больше 600 объектов торговли и общественного транспорта на соблюдение антиковидных мер. Как правило, инспекторы обращали внимание на то, есть ли маска на лице или нет. Так вот, проверяющие составили 46 протоколов о нарушениях. Чуть менее четверти из них зафиксированы в Барнауле. Масок не было у работников сферы обслуживания. Также протоколы были составлены на ресторан Казанова и ночной клуб Неон. Помимо этого, в двух магазинах краевой столицы обслуживали покупателей, не имевших при себе масок. 80% сотрудников организации региона должны быть вакцинированы. Алтайский Роспотребнадзор ужесточил постановление об обязательной вакцинации. Кроме представителей ряда профессий, в числе которых медики и педагоги, обязательно должны быть вакцинированы пожилые, старше 60, люди, имеющие хронические заболевания, волонтеры. Обновили и сроки обязательной вакцинации. Первую дозу вакцины люди должны поставить до 22 ноября, вторую – до 22 декабря. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что проводят проверки в организациях, чьи сотрудники должны быть вакцинированы в обязательном порядке. И если этого не происходит, работодателям грозят штрафы. Для ИП до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 300 тысяч. Тем временем в Крае стремительно растет число заболевших коронавирусом, а вот желающих получить вакцину не прибавляется. Об этом говорили сегодня в Краевом Минздраве. Подробности у Софии Яценко. Число заболевших ковидом растет, а очередь на вакцину по-прежнему небольшая. За последний месяц участились случаи заболевания у трудоспособной части населения от 30 до 49 лет, а также среди пожилых. Чаще стали болеть и дети. Специалисты обеспокоены. С таким развитием событий коллективного иммунитета добиться гораздо труднее. Народ почему-то идет тот же самый на ревакцинацию, а нового народа на вакцинацию против ковида, к сожалению, не идет. На повторную вакцинацию идут, спрашивают, а чтобы новых сподвигнуть на такой подвиг, все-таки почему-то ничего не учат, никакие примеры. Почему-то идут на ум людям одни негативные примеры от вакцинации, хотя я с уверенностью могу сказать, мы привили около 20 тысяч человек, что все совершенно благополучно. На сегодняшний день в Алтайском крае привито около 30% населения, что почти в два раза меньше заявленного плана. Чуть-чуть не дотягиваем до 30%. То есть сегодня у нас население 2 миллиона, чуть больше, да, тысяч человек и привито почти 700. Причем 700 это находятся все, и те, кто получил первую прививку, еще не законченная вакцинация, и те, которые люди у нас уже имеют законченный вакцинальный комплекс. Специалисты надеются, что к декабрю все-таки удастся осуществить прививочный план, а это 60% населения края. К слову, наибольший показатель привитых по-прежнему приходится на пожилых. У нас есть до сих пор еще население, которое не верит в коронавирус, считает, что он придуман. Ну, коллеги, по-моему, уже у каждого, если не в семье, то среди знакомых, среди коллектива есть печальные случаи. Но мы должны учиться на чужих ошибках и не наступать на те грабли, на которые уже наступили многие из нас. Растет и уровень заболеваемости ОРВИ. В крае полностью закрыто три школы и два детских сада. Если в детских садах и школах отсутствует больше 20% детей по причине именно заболеваемости ОРВИ, то есть предписаниями управления данные коллективы приостанавливают учебный процесс. То есть детские группы закрываются на семь дней, а в школе также они распускаются на дистанцию. На дистанционное обучение отправляют и студентов. Также Распотребнадзор направил заявление на ужесточение антиковидных мер. К слову, больных гриппом в крае не зафиксировано. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком. Виктор Томенко назначил нового представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС. Им стала экс-депутат Госдумы Наталья Кувшинова. Назначение произошло сегодня. С сегодняшнего дня она и приступила к должности. По словам Кувшинова, одним из первых важных законопроектов будет, конечно, бюджет региона. Ключевая тема на ближайшую вторую сессию Алтайского краевого законодательного собрания – это принятие в первом чтении закона о краевом бюджете на 22-й плановый период, 23-24-го годов. Поэтому основные цифры – доходы, расходы, дефицит бюджета. И уже буквально через несколько дней пройдут публичные слушания по проекту закона о краевом бюджете. Поэтому, наверное, такой основной базовый закон – это бюджетные законы от ФОМСа, Алтайского края, именно связанные с принятием финансового документа нашего региона. Добавим, что Наталья Кувшинова заменила на этом посту Стеллу Штань, которую приговорили к условному сроку за мошенничество в особо крупном размере. Костные останки, которые обнаружили в реке Малочремшанка, все-таки принадлежат 11-летней Ксюше из Белоярска, которая пропала более семи лет назад. Эту информацию подтвердили вслед коме края. О том, как все эти годы ребенка искали и верили в то, что она жива, в материале Ирины Корчагиной. 9 августа этого года на этом месте были обнаружены костные останки человека. Их нашел рыбак, который увидел торчащие сапоги из реки Малочремшанка. Мужчина вызвал полицию. И уже тогда возникли большие подозрения, что эти останки могут принадлежать пропавшей более семи лет назад Ксюше из Белоярска. Следователями Следственного комитета назначены необходимые медико-криминалистические генетические экспертизы, которые установили принадлежность данных костных останков пропавшей в 2014 году Ксении. 28 марта 2014 год. 11-летняя Ксюша вместе с подругой возвращается из школы. Девочки прощаются и расходятся по домам. Но при загадочных обстоятельствах Ксюша пропадает. До дома она не дошла каких-то метров 200. Тогда следователи завели уголовное дело по факту убийства ребенка. В августе, когда в реке обнаружили чьи-то останки, в СМИ появилась версия. Девочка могла нечаянно уйти под воду и ее могло затянуть выл. В этом году было очень сильное половодие. Спускали с водохранилищ в воду. Течение было дикое. Воды было очень много. Так что могло и унести. В больше семи лет в интернете гуляли слухи. То Ксюшу якобы видели в другом городе, то в цыганском таборе. Известный экстрасен заявлял, что девочку удерживают в каком-то коттедже. Правоохранителям приходилось отрабатывать самые разные версии. Спасатели сутками прочесывали каждый сантиметр дна в местной реке. Все, вылазь оттуда. Здесь я переброшу. Искать довольно непросто. Дно илистое. Местами глубокое. Ямы всеразличные. Да и так. Всякий брод. Вода холодная. Но тем не менее. Люди помогают. Людей много собралось. На момент пропажи девочки отряда еще не существовало в Алтайском крае. То есть это был март 2014 года. Отряд, наверное, благодаря этим поискам масштабным, он начал образовываться у нас в крае. Было очень большое количество людей. Это просто была постоянная смена этих людей. Кто-то устал, кому-то на работу, они ушли. Пришли новые люди. То есть это было бессменно в течение нескольких недель. Ну, наверное, даже это точно больше двухсот человек. Искали Ксюшу действительно всем на Валтайском. Поисковики вспоминают. Кто-то сам шел на поиски. Кто-то из неравнодушных местных жителей кормил спасателей. Несмотря на то, что в этом году пропавшей 11-летней девочке уже исполнилось бы 18 лет, все эти годы волонтеры и близкие не теряли надежду, что Ксюша жива. Вообще самое страшное, что когда заканчивается поиск и понимаешь, что ребенок найден и погиб. Это самое ужасное, что может быть. Ни один волонтер, ни один доброволец не останется к этому равнодушным. На данный момент в этой истории еще не поставлена точка. Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения ребенка. По-прежнему отрабатываются все версии. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Росстат дал старт всероссийской переписи населения. Традиционный формат опроса впервые в истории дополнился цифровым. Уже сейчас можно зайти на сайт Госуслуг, чтобы ответить на вопросы. Будет проведена перепись не только о социально-демографических характеристиках населения, но и о жилищных условиях. Всего 33 вопроса для граждан страны и 10 для временно проживающих. Из важных, знаете ли вы русский язык, тип вашего жилища и основные источники дохода, зарплаты, субсидии или льготы. Назвать нужно все и потом уточнить, что является основным. При этом говорить в цифрах необходимости нет. Подобным интересуются мошенники. Чтобы понять, кто перед вами, настоящим переписчикам в этом году выдали синий шарф, накидку и удостоверение с печатью и подписью главы Росстата. Помимо традиционного способа появился еще один цифровой. Сама перепись продлится до 14 ноября в некоторых труднодоступных районах до конца декабря. Первые результаты станут известны в январе, а полученные данные будут обрабатывать постепенно вплоть до конца 2022 года. Испытание мужчины на зрелость. Так, на отцовство смотрят первые лица региона. И такими словами они поздравили сильную половину с днем отца в минувшие выходные. В России впервые отмечали этот праздник. Так ли он актуален, выясняла Анастасия Болотина. Арсений стал отцом полтора года назад. Говорит, с тех пор его жизнь сильно изменилась. С одной стороны, приходится в чем-то себе ежедневно отказывать и работать над собой. Но все эти старания компенсирует улыбка дочери, признается отец. Настолько ее оберегает, что и нам показывать ее не решился. День отца в России появился не так давно. По мнению президента, праздник должен помочь повысить их значимость в семье. В Барнауле больших торжеств не было, праздник новый, а сами мужчины закрыты. В отцовском окружении не принято хвалиться. Да и делиться трудностями, которые появляются с рождением ребенка, тоже. Арсений едва ли не единственный, кто согласился поговорить с нами. А мужчины, которые входят в закрытое сообщество отцов, имеют свои причины быть недовольными. Сама формулировка «материнский капитал» достаточно абсурдна, потому что все-таки у нас рождение детей предполагает наличие семьи. Если у нас на государственном уровне это называется «материнский капитал», по сути это говорится завуалированно, ну знаете, папа, ну как бы вы тут и ни при чем. Капитал должен называться семейным, как, например, в Беларуси это происходит. За участников своего сообщества Лисин объясняет. Часто мужчины избегают встреч с журналистами, потому что потом эти ситуации использовали против них. Например, отцы сталкиваются с предвзятостью со стороны судов и органов опеки. Когда, вопреки безопасности и финансовым возможностям, ребенка оставляют с матерью. И не только. Нужно исправить абсолютно перекос в семейном законодательстве, который у нас существует, например, в сфере абсолютно драконовских вот этих законов алиментных, когда мужчин попросту под предлогом выполнения законов, ну и просто грабят и лишают имущества. Все это делается под прикрытием интересов ребенка. В первую очередь, нужны меры по стабильному росту благосостояния населения, потому что причина большинства разводов – это материальные проблемы. Уровень жизни в Алтайском крае хорошо известен. По его мнению, в последние годы отцы часто принижаются. Социологи поправляют. Долгое время папа воспринимался лишь как кормилист и добытчик. Но все меняется. Отец по своему участию, по своей роли начинает в большей степени нести ответственность за те процессы, которые происходят с детьми, за воспитание детей, за эмоциональную поддержку, которая имеет место быть в семье. И это совершенно логично укладывается в то, что сегодня действительно нужно дополнительно подчеркивать роль и значение фигуры отца в современном обществе. И, возможно, со временем праздник приобретет свой масштаб. Дети должны поздравлять. День матери же есть, и день отца должен быть. Он же такой же родитель, как и мама. Мы ездили в гости к родителям. То есть по семейному провели? Это очень большая ответственность, и воспитание детей для меня – это очень серьезный вопрос, потому что в нашем современном мире это немаловажно для нас, так как, смотря вокруг, ты понимаешь, что не все дети воспитаны правильно. День отца давно отмечают в Европе и в Америке. Приживется ли этот праздник в России – покажет время. А еще интересно, смогут ли отцы претендовать на те же гарантии и возможности, что и матери. Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. Пять человек погибли, 79 получили травмы, и это за 9 месяцев года. Такова статистика ДТП, которые происходят в Барнауле в темное время суток. Для сравнения, в дневное время за этот же период погибли трое. Сейчас пешеходов не просто плохо видно. Без света возвращающих элементов их может быть не видно совсем. Не случайно автоинспекторы города проводят акции «Засветись». Воспитанники станции юных техников на этот раз делали всевозможные фигурки, где использовали свето-возвращающую бумагу. Наклейки и брелоки они вручили на улице своим сверстникам. Напоминаю, что такие элементы обязательно должны быть на одежде или обуви. Особенно в дождливую или пасмурную погоду. Путь к победе длиной в два года. Танцоры театра танца Иванда Мария забрали гран-при международной премии «Я сенсацию» в Петербурге. Возможность бороться за международную премию дали победы сразу в двух фестивалях – «Жар птица» и «Балтийская заря». Что дальше? Ответ на вопрос знает Анастасия Наборщикова. Врут. Молчали недолго. С 97-го года театра танца Иванда Мария ежегодно забирает гран-при всероссийских конкурсов. На днях танцоры вернулись из Санкт-Петербурга, где тоже взяли высшую награду и премию в 50 тысяч рублей. Мы верили в победу. Ох, как это было валидольно. Заявки на конкурс присылали 350 коллективов, но на сцену пробились 35. За международную премию «Я сенсация» боролись танцоры из Ленинградской области, Ставропольского края и Республики Осетии. Выступление наших жюри оценило в 120 баллов. Это уверенная победа на длину областью, которой заработали только 113. Постановки мы абсолютно сами ставим. Все постановки – это Любовь Владимировна, Нина Сергеевна Шмыкова и мои. Как члены жюри сказали, в данный момент мы были лучшие. Поэтому тяжкий труд оправдался. Планы грандиозные. Идти только вперед. Это Москва, потом Крым, Болгария, Испания и Италия. Не стоит думать, что победа достается легко. Перед Питером состав внепланово менялся. Одна из солисток сломала палец. А последние прогоны в северной столице танцевали на улице. Быть уже профессионалами. Им юность не мешает. Вообще, наверное, вдохновляет коллектив, педагоги. Они мотивируют продолжать заниматься. И в целом все устраивает. Кто-то планирует жизнь с танцем связать? Нет? Да, все. Все пойдем в культурный, останемся педагогами. Вам сегодня конкурентов нет? Нет. Безусловно. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. И к новостям спорта. В воскресенье Барнаульская Динамо в домашнем матче первенства национальной лиги было близко к тому, чтобы прервать серию игр без побед. Она длится уже месяц. Но и в этот раз не вышла. А матч запомнился не только результатом, но и самой игрой. Слово Дмитрию Дроздову. Еще никогда я не начинал сюжет с забитого мяча Динамо. Но тут не сделать это было бы ошибкой. Уже на втором минуте матча полузащитник Динамо Евгений Щербаков с шикарным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче. И болельщики хозяев подумывали, ну наконец-то пошла игра. И такие мысли были на протяжении первого тайма, где Динамо не оставило шансов своим гостям. Потеря концентрации, наверное, сказалось. Затем долго адаптировались к полю в первом тайме. В перерыве сделали ряд корректив, замены. Возможно, именно замены и сработали. Во втором тайме момента уже создавали и гости. Иртыш счет сравнял 1-1. Больше голов болельщики не увидели. Однако на этом матч не закончился. Внимание на этот раз было не только к состоянию поля, но и к работе арбитра. Ближе к концу матча игрок Динамо Виктор Липин получил желтую карточку. А пару минут спустя вновь фолл. Барнауле с шипами прошелся по ноге соперника. Как итог, вторая желтая карточка, которая переросла в красную. Спорные моменты на этом не закончились. Арбитр не углядел пенальти ворота мячей. Это, конечно, беспределка. Судейские я больше не могу назвать. За пенальти я 100% уверен. У нас осталось, наверное, совсем мало людей. Из них половина выходят на уколах. Петухов закончил до конца сезона, но выигрался на уколах. В итоге Динамо не выигрывает уже на протяжении пяти матчей. Исправить эту статистику у белоголубых будет попытка уже 30 октября. Все против того же Омского Иртыша. Правда, уже на их поле. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон наш и редакция 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok